До нашей студии завитала уже друг нового дня, Виктория Халилова, флорист. Доброго дня, Викуся. Доброе утро, Иночка. Я снова рада побывать в вашей студии. Хочу поделиться своими впечатлениями. Наконец-то сбылась моя мечта и открылась моя студия. Студия цветов Калибри. Я сегодня принесла букетик от нашей студии. Иночка, это для тебя. Розы очень пахнут. Очень нежные, такие же красивые, как и ты. Хочу утро поднять вам настроение, рассказать вам немножко о цветах. Сегодня май, погода замечательная, солнечная. И, конечно же, цветы. Цветы могут быть в чем угодно, и в букетах, и в композициях. Я вот принесла сегодня показать, какие бывают композиции в форме леечки. На улице весна, это что-то такое необычное. Такую композицию можно презентовать для дочери, для мамы, для коллеги. То есть замечательный, изумительный, нежный подарок. Тем более, что совсем скоро, уже 14 травня, весь свет будет святкувать День Матери. И можно подготовиться и сделать для мамы ось такой незвичайный подарочек. Я хочу сказать, что у леечки я еще квитковой композиции не видела. В леечке смотрится очень интересно. Тем более, когда День Матери, мамы очень любят что-то такое, какой-то декор. И вот если подарить такой подарок, эта леечка пригодится в дальнейшем маме для декора, для кухни. Даже на даче что-то можно сделать такое интересное. Добавить даже каких-то или искусственных цветов в дальнейшем и использовать для декора. Юка, хотелось бы узнать, какие квиты сейчас популярны? Ось с травы месяца, последний месяц весны, что необходимо выбирать для букетов, для композиций? Ну, я столкнулась с тем, что вот сейчас как раз начинаются и выпускные, и свадеб очень много, и очень, как бы, клиентов к нам, девушек приходят, и молодых ребят. Почему-то они сейчас весной не хотят смотреть даже на розы. Их интересует что-то весеннее, что-то полевое, хочется что-то интересное им. Поэтому стараться нужно, или мы даже стараться будем предлагать что-то такое весеннее, весенние цветочки. Я бачу, тут есть достаточно хорошие квиты весняных, яскравых и нежных кольоров, но про каждый хотелось бы детальнее, потому что вот сначала бачу ось эти просто дивовижные рожевые трояндочки. Они очень красивые, нежные, и у них очень красивое название – Lady Bombastic. Изумительно, даже клиенты запоминают это название, то есть оно отлаживается в голове. Здесь я добавила мелкой кустовой розочки, и добавила гипсофилу, которая была очень немодна многие года, но сейчас стараются что-то обновить во флористике, и мы добавляем разных оттенков эту гипсофилу, она становится в тренде. Вот она розовых оттенков, бывает сиреневых, вот такая мелкая кашка. Я хочу сказать, что это очень нежная гипсофила, и она действительно дает таких нежных оттенков, мне даже напоминает такие небольшие маленькие трояндочки. Да, мелкие, в воздушности, как зефирчики маленькие. А вот хочу еще показать нашим телеглядачам ось эту шаревную квитку, начебто и белая троянда, но с яскраво-рожевыми пилюстками наприкінцы. Очень нежный оттенок, эти разные местные сорта, это выращивает у нас в Николаеве, красивый сорт. И очень пахнет. Вчера вечером, когда композиция стояла рядом, я с ней работаю, думаю, ну что ж такое. Вот именно вот эти цветы местного производства, они очень пахнут лучше, чем голландские. Хотелось бы також дознатися от тебя, как от флориста, как от человека, которая действительно квитит, это твоё життя. Да, правда. Ось, что до квитковых ароматов. Когда мы смотрим на троянды, на весненные квиты, это понятно, что это поднимает нам настроение. А вот так, как ты сказала, что квитковый аромат с лайфом прошелся, и уже чувствуешь какой-то пролив бандюрости, романтичности. Заряжайся энергией, заряжайся энергией. Цветы – это жизнь. То есть цветы – это какое-то безумство, которое всегда, вот оно отлаживается в голове, это видишь, это представляешь. У меня вот было две недели отпуска, я не работала с цветами. Это какой-то упадок настроения. Когда есть цветы, прям вот хочется творить, хочется жить. И когда смотришь на эти цветы, поднимается всё. То есть это здорово. Цветы – это счастье. А вот какие квиты для аромата ты могла бы запропоновать нашим телегидачам? Что брать для того, чтобы действительно у тебя в квартире, або, возможно, в доме был аромат весняных квитов? Ну, я советую всё-таки, конечно же, розы. У них нежный тонкий аромат. Ну, есть девушки, которые любят лилии или, допустим, гиацинты, или сирень. Это очень тяжелый, стойкий аромат, от которых может болеть голова. Я эти цветы не рекомендую держать в помещении. Лучше их на ночь уносить на балкон, чтобы спокойно отдыхал организм и не было никакой аллергии. Что ж, дорогие наши телеглядачки и телеглядачки, я думаю, что за допомогою сегодняшнего нашего эксперта, флориста Виктории Халиловой, у вашего дома будет действительно хорошая квитковая атмосфера, вы будете миловаться квитами, будете насолодживать их ароматом, и всё ваше життя, весь ваш день, который будет начать с таких квитковых композиций, действительно будет насыщенными и хорошими эмоциями. Дякую тебе, Виктория. Бажаем еще сил, еще натхнения, процветания студии Калібрі. Субтитры подогнал «Симон»